Я снова всех приветствую, друзья, с вами Холодильник. Сегодня мы будем говорить про оружие и рассмотрим новинку патча 11.7 из Cave from Tarkov, первую буллпап-винтовку в нашей игре DT-MDR. Поэтому, друзья, в проект Оружейка добро пожаловать! Почему же именно это оружие я решил первым рассмотреть среди того пака оружия, которое у нас появилось в патче 11.7? В первую очередь, это оружие, с которым я больше всего набегал в патче 11.7 и лучше его знаю банально среди остального. Во-вторых, это уникальное самого по себе ствола, потому как буллпап-оружие у нас еще в игре не было, поэтому показать вам, друзья, что оно из себя представляет и насколько такая компоновка эффективна в условиях нашей игры. Ну а в-третьих, хотел бы рассказать о плюсах данного оружия, о которых многие сейчас не знают и с которым многие даже ни разу и не бегали. И начну я, наверное, с того, что расшифровку DT-MDR нужно как-то объяснить. Буквы DT обозначают Desertec, это компания, которая, собственно, и разработала данную винтовку. Компания Desertec расположена в США и акцентирует свое внимание именно на буллпап-оружие, считая его будущим всего вооружения. В производстве у них находится несколько винтовок и практически все они являются снайперскими буллпап-винтовками. А DT-MDR выделяется среди этого списка то, что эта винтовка является динамической. MDR обозначает Micro Dynamic Rifle. Micro это, собственно, габариты самой винтовки. Но что же значит динамическая винтовка? Это такое американское обозначение оружия, у которого есть какие-то компоненты, которые можно заменить и таким образом полностью изменить само по себе оружие. В нашем конкретном случае это возможность смены калибра. И DT-MDR изначально задумывалась под четыре очень интересных типа. В первую очередь, 7,62х51 должен был являться основным калибром данного оружия. И дополнительные 5,56х45, 300 винчестер и 7,62х39. Да, это калибр нашего отечественного АКМа и СКС, ну в общем-то все знакомы с данным патроном. Компания Desertec изначально планировала это оружие выпускать как на военный, так и на гражданский рынок. А на гражданском рынке оружие под калибр 7,62х39 ценится в первую очередь из-за того, что крайне удобный боеприпас по его характеристикам. Ну и его цена, дешевизна 7,62х39 выделяется среди всех остальных калибров. DT-MDR в первый раз показали в 2013 году и где-то до 2017 года данную винтовку периодически перенимали в различные подразделения Соединенных Штатов, именно военных или военной полиции. На гражданский рынок винтовка пришла в 2017 году и пришла в трех калибрах без 7,62х39. Почему-то от него решили отказаться. Винтовка изначально продается в стандартном виде под калибр 7,62х51, но можно докупать киты, так называемые. Это сменный ствол, сменный затвор и накладка на шахту магазина. Вся эта замена производится крайне легко и обычный пользователь без обращения в какую-то оружейную мастерскую может это в домашних условиях также изменить. Винтовка DT-MDR выполнена по компоновке амбидекстер, то есть использовать данное оружие может стрелок как с правого плеча, так и с левого плеча. Но по умолчанию шахта выброса стрельных гильз находится справа и для того, чтобы стрелку, которая стреляет с левого плеча, гильзы, собственно, не летели в лицо, стоит специальная накладка, направляющая, которая выбрасывает гильзы не вбок, а вперед по направлению стрельбы. Рукоятка затвора двухсторонняя и находится на верхнем ресивере, прямо под сплошной планкой Пикатинни, которая расположена практически по всей длине корпуса винтовки. Это сделано для того, что изначально базовых механических целиков у данного оружия нет, так как оно является оружием со сменным калибром, соответственно, каждый целик и мушка, она должна быть индивидуальна, скажем так, для каждого калибра. Поэтому изначально разработчики планировали сделать так, что на эту винтовку будут вешаться алиматорные либо оптические прицелы. Несмотря на то, что винтовка Bullpup, органы управления магазином расположены на пистолетной рукояти примерно так же, как расположены в винтовках AR-систем М16 и AR-15. Все это выполнено для того, чтобы, во-первых, была какая-то преемственность по сравнению с другими винтовками, чтобы пользователи, которые знают, что такое AR-система, не терялись и им было более удобно пользоваться данной винтовкой. Ну а рычаг предохранителя расположен так же около пистолетной рукояти с двух сторон. Цевьё и корпус винтовки выполнен из пластика и на данный момент корпуса печатаются на 3D принтере. Винтовки, кстати, так же выпускаются в двух комплектациях, это MDR и MDR-C, укороченная. Ну и так, плавно мы переходим в игру Escape from Tarkov и что из себя винтовка представляет. В первую очередь, где эту винтовку достать? Продается она у миротворца на третьем уровне отношения и стоит 834 доллара. В начале патча данная винтовка была на короне, однако её переместили на третий уровень. Также эту винтовку можно найти на локации лаборатория, на ботах-рейдерах. Ну а другие игроки особо это оружие не используют, поэтому продают на барахолке. И стоимость винтовки примерно от 60 до 100 тысяч. В стоковом состоянии представляет из себя очень лёгкую винтовку, которая со снаряжённым магазином на 30 патронов имеет всего 2 килограмма веса. И, кстати, это сильно отличается от того, что мы имеем в жизни, потому как у этой винтовки без снаряжённого магазина вес около 3 килограммов. Это причём именно в состоянии ствола 5,56 на 45. Показатели эргономики очень высокие и также можно сравнить их с эргономикой истолетов пулемётов. 76 единиц базовых, если установить вот такой, допустим, коллиматорный прицел. По отдаче 73 вертикальной и 203 горизонтальной отдачи. Опять же, в патч 11.7 у нас на 30% увеличена отдача. Таким образом, это оружие является самым лучшим по отдаче в стоковом состоянии среди вообще всего штурмового вооружения. Ну, конечно же, вал и ВСС тут своё преимущество, но прямыми аналогами всё-таки данной винтовки являются винтовка М4А1 и HK416, поэтому с ними я буду сравнивать. Сперва, конечно, по цене и доступности. Самая дешёвая, самая доступная винтовка у нас является М4А1. Стоит всего 640 долларов на втором уровне отношения. Ну, а винтовка HK416 продаётся у нас на третьем уровне отношения у миротворца и стоит 911 долларов. То есть, ДТ-МДР по цене это что-то такое среднее между HK416 и М4А1. Без дополнительных установленных модулей ДТ-МДР обладает лучшей отдачей и лучшей эргономикой. Однако спектр кастомизации ДТ-МДР очень скудный. Можно поставить тактическую рукоять, можно заменить пламегаситель, но и установить какое-то другое прицельное приспособление. В отличие от тех же винтовок М4А1 и HK416. Там вы можете заменить и приклад, и цевьё, и пистолетную рукоять, и поставить какую-то другую длину ствола. Конечно, можно довести как первую, так и вторую винтовку до показателей по отдаче, как у ДТ-МДР. Даже где-то и лучше. Однако, стоит заметить, что на всё это нужно тратить огромное количество денег, а также времени на сборку оружия. Скорострельность ДТ-МДР ближе к автоматам Калашникова. 650 выстрелов в минуту. Против 800 и 850 выстрелов в минуту у М4 и 416 соответственно. И так как в игре у нас есть сотая серия Калашникова под 5.56 на 45, ДТ-МДР можно сравнить с 101 и 102. Однако, отдача и эргономика у семейства Калашникова куда хуже, чем у ДТ-МДР. Но, однако, также её можно довести до высоких показателей при помощи дополнительных модификаций. Также, стоит заметить, для ДТ-МДР все пламегасители, глушители, которые подходят для винтовок М4А1, они, собственно, совместимы. Также и с магазинами. Ну, а теперь по боевому применению. Винтовка очень компактная, очень небольшая и в руках ощущается как МП-7А1. Отдача у оружия очень легко контролируется. Кроме того, что мы имеем достаточно небольшой темп стрельбы относительно другого оружия под данный калибр, с хорошей кучностью стрельбы и точностью у ДТ-МДР нет никаких проблем. Винтовку очень удобно использовать на закрытых локациях типа лабораторий и завод, не боясь того, что ваше оружие будет упираться в стенку, вы не сможете выглянуть из-за угла. Поэтому вот эти отличительные черты пистолетов-пулеметов, которые имеются у данной винтовки, они очень хорошо играют на руку. Кроме того, винтовку, естественно, можно использовать на открытых локациях. На нее можно установить любое прицельное приспособление, как от коллиматорных, так и до оптических прицелов. Так как у нас играет роль, собственно, чем вы стреляете, заряжая патронами 995-ми, устанавливая хороший оптический прицел, допустим, даже глушитель, по сути, вы являетесь марксманом. Также это одно из тех оружий, которые можно использовать в патче 11.7 в режиме зажима. Пожалуй, из штурмовых винтовок только Ашке-416 в очень хорошем обвесе может позволить себе такую роскошь. Причем очень кучно и плотно поливать противника огнем у ДТ-МДР получается даже в стоковом состоянии. И это очень радует. Следующая отличительная черта – это, собственно, вес оружия и его эргономика. В режиме прицеливания с данным оружием, если вы стоите или сидите, у вас совершенно никак не расходуется стамина. То есть, если вы достаточно активный игрок, который очень много перемещается по локациям, вам всего лишь нужно довести полоску своей выносливости до какой-нибудь небольшой величины, чтобы ваш персонаж перестал дышать очень тяжело, чтобы руки перестали трястись. С этой винтовкой можно спокойно прицелиться и достаточно долго контролировать ту или иную точку, в которой вы ожидаете противника. Также высокая эргономика позволяет очень быстро проверять количество патронов в магазине, патрон в патроннике, ну а также какой у вас режим стоит автоматический, либо одиночный. Ну и высокая эргономика также влияет на скорость вашего прицеливания. Лично для себя я считаю ДТ-МДР очень хорошим оружием. И оружие, которое способно экономить огромное количество времени, чтобы не заниматься какой-то сборкой с какими-то минимальными показателями отдачи, а просто взял, купил винтовку, поставил пламегаз, поставил коллиматорный прицел и можно отправляться в бой. Пожалуй, никакая другая винтовка на это пока не способна. Может быть автомат Калашникова, но автомат Калашникова не может стрелять так очередью, как это делает ДТ-МДР. Также винтовку я считаю относительно доступной. Все-таки ее можно нафармить на лаборатории, ну и купить ее можно на барахолке. Люди до сих пор не понимают, что это оружие является очень смертоносным и очень эффективным, поэтому постоянно вижу цену на это оружие от под 60 до 100 тысяч. То есть по цене это выходит даже дешевле, чем купить М4А1. Хотя на барахолке, наверное, ее можно купить тоже дешево. Кроме того, ничего не мешает использовать это оружие абсолютно в универсальных каких-то ситуациях. То есть вы на него можете повесить коллиматор, можете повесить оптический прицел, можно повесить даже теплак. Ну и естественно для меня является очень хорошей характеристикой этого оружия, что оно не расходует стамину. ДТ-МДР приятно будет использовать с какими-нибудь снайперскими винтовками в качестве второго оружия. Ну или в целом, если постоянно бегать и двигаться по локации, вот эта характеристика, которая не расходует вашу стамину, у оружия это, наверное, ключевое, что можно только получить. Поэтому лично для себя могу считать, что винтовка ДТ-МДР это одна из лучших сейчас автоматических винтовок. Единственное, в чем оно гораздо хуже, чем винтовки под данный калибр, это скорострельность. Единственное, что только скорострельность. Но это такая жертва, скажем так, управляемости и отдачи, мне кажется, у данного оружия. И напоследок касательно ДТ-МДР. Я очень надеюсь, что разработчики будут добавлять отдельно другие стволы под данное оружие, чтобы его можно было использовать с другим калибром. Если честно, для себя я считал, что ДТ-МДР выйдет у нас в игре под калибр 7,62х51. И с данным калибром это оружие должно раскрываться куда лучше, чем с калибром 5,56х45. Имея отличную управляемость и серьезный калибр 7,62х51, ДТ-МДР должна быть гораздо интереснее, чем ИСА-58. Вот для меня ИСА-58 это очень сложное оружие, я не могу его контролировать. ДТ-МДР под этот калибр я бы хотел увидеть. Поэтому очень надеюсь, что разработчики действительно будут внедрять эту систему со сменными калибрами, сменными стволами и тому подобное. Кому же я могу рекомендовать данное оружие? Вот как бы это ни звучало странно, ДТ-МДР это отличное оружие для новичка, который очень часто любит зажимать и который не понимает, почему он зажимая скалаша, его патроны улетают куда-то в космос. Во-вторых, рекомендовать для людей, которым неинтересно собирать какое-то оружие, навешивать на него кучу модулей, кому надо очень быстро что-то взять, зайти в бой и поиграть. Вот ДТ-МДР это идеальное решение. Третье, для тех, кто предпочитает активный геймплей, особенно на каких-то небольших локациях, Close Quarter, когда бои идут на дистанции практически 1-2 метра. Ну и, наверное, для тех, кому нравится какое-то интересное и уникальное оружие в нашей игре, его сейчас не хватает и ДТ-МДР это действительно такой свежий глоток. Поэтому, чисто можно даже сказать, для ознакомления данное оружие использовать и попробовать, конечно, нужно. Ну и, собственно, на этом, друзья, мой рассказ о ДТ-МДР заканчивается. Я благодарю за то, что уделили время этому видео и послушали. Тоже я хотел рассказать про новое оружие из патча 11.7. Делитесь своими впечатлениями по использованию данной винтовки, если с ней успели побегать. Ну и если то, что я сегодня рассказывал и показывал вам было интересно и полезно, не забудьте это дело оценить. Но для тех, кто впервые на нашем канале и хотел бы дальше узнавать интересные новости и подробности по игре Escape from Tark, смотреть интересные ролики и приходить на веселые стримы, пожалуйста, подписывайтесь на нас. И на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам лучшего, до скорых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok